ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Воспоминания ветерана Первой мировой войны и Великой Отечественной войны Яковенко Мстислав Владимирович Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Опубликовано 17 мая 2015 года Часть четвёртая Богданов встретил меня хорошо и поместил в комнате обслуживающего персонала Я попросил его избавить меня от этого неприемливого для меня назначения И он обещал мне содействие Затем он неожиданно спросил меня, действительно ли Алимов врач Я был очень изумлён этим вопросом и ответил, что у меня также закралось сомнение В его врачебных знаниях, но утвердительно я сказать ничего не могу Вскоре приехал ЗАГС и спросил Богданова и меня также относительно Алимова На что мы не могли ответить ничего положительного Тогда он приказал Богданову вызвать немедленно Алимова и спросить его, что и было сделано немедленно При опросе Алимова он сказал, что был очень давно на ветеринарных курсах в течение двух лет Но этих курсов не закончил и медицинского образования он не имеет После того, как Богданов доложил ЗАГСу об ответах Алимова ЗАГС приказал посадить Алимова на три дня в бункер То есть подземный карцер общего характера за самозванство Алимов был этим очень потрясён Я просил Богданова, чтобы он дал распоряжение кормлению Алимова из кухни-санчасти Что и было выполнено, несмотря на то, что заключённым в бункер выдавалось в сутки только 200 грамм хлеба и воды После отсидки Алимова назначили санитаром в один из бараков Из ненадёжного источника я потом слыхал, что он сошёл с ума и погиб При следующем посещении ЗАГСа Богданов сказал, что мне необходимо Дать в помощь ещё одного врача-терапевта Для чего и выделили молодого врача Устеменко Который охотно шёл на аэродром, так как он слышал, что там бытовые условия для врачей были хорошие Нас пока не отправляли Через пару дней Богданов сказал ЗАГСу, что для аэродрома можно будет отправить одного Устеменко А меня нужно отправить обратно в южное отделение, так как там не достаёт врачей ЗАГС с этим согласился, и я начал маршировать обратно Я ещё хочу рассказать кое-что об основном лагере Первую мою бытность В нём я встретил там политрука Евменова, очень голодного и грязного Я поделился с ним своим хлебом, и он помог мне приобрести за кусок хлеба котелок и очистить его от грязи Он очень боялся, что кто-нибудь выдаст его немцам как политрука, тогда он был бы немедленно расстрелян Он назвался лейтенантом и мечтал о скорой отправке на Запад, что ему и удалось через несколько дней В одном из бараков размещалась группа в 26 человек, которые были освобождены от каких-либо работ, целый день бегали с котелками по разным кухням И ухитрялись не только наедаться досыта, но даже часть своей добычи продать голодным товарищам Выглядели они хорошо и при всяких недоразумениях заявляли, что они являются проводниками немецкой армии по Москве Оказывается, что высшее немецкое командование дало распоряжение начальнику лагеря отобрать 26 человек из коренных москвичей Знающих хорошо город, которые при будущем вступлении немцев в Москву должны были служить проводниками для немцев Мечта, которой не суждено было сбыться После отхода немцев от Москвы этих идиотов направили в рабочие команды Будучи в первый день моего пребывания в необорудованном бараке, я наблюдал азартную карточную игру среди военнопленных Причем в банке было более 6 тысяч рублей Во время моего второго пребывания в главном лагере я встретился с врачом Нестеренко, прибывшим из Дурова И врачом Левиным из холма Жирковского Левин переменил свою фамилию на Левченко, но беднягу сильно выдавала его еврейская внешность Он был хорошим парнем, и мне было его очень жалко Эти врачи рассказали, что врач Рябой был направлен унтер-офицером без конвоя в Смоленск Но прорехавши километров 10, он вернулся обратно Доложив унтеру, что машина, на которой он ехал, испортилась, а другие машины его не брали Унтер его собственноручно застрелил из пистолета, как не выполнившего приказания И он был зарыт на окраине болота рядом с сараем для военнопленных Эти врачи думали, что унтер застрелил Рябова, как еврея А мотивировка была только предлогом Унтеру за это будто бы дали выговор Итак, я опять оказался в южном лагере, где за время моего отсутствия Смертность значительно возросла, а народ убавился Будучи в главном лагере, я спрашивал у Богданова о ежедневном количестве смертей На что он мне ответил, что если в день умирает 2% от общего количества, то этот день считается благополучным Обычно же умирает значительно больше Однажды утром я отправился с ним на утренний обход бараков Трупы еще не успели увезти, и они наваливались кучами при выходе из бараков в ожидании транспорта и ручных тележек Все умершие были ужасающе истощены, с темными грязными лицами Одежда их представляла сплошные лохмотья, ноги были босы или в невозможных опорках Все, могущее быть использованным, было снято с них еще живыми товарищами Увозили их на ручных тележках, почти такие же истощенные, как и умершие Один из уже уложенных в тележку трупов начал дышать И Богданов распорядился, чтобы его опять поместили к живым Итак, я опять очутился в южном отделении лагеря, где мои товарищи встретили меня хорошо Мы, трое врачей и фельдшер Новохадский, разместились в комнате, где раньше жил Алимов И условия нашего существования улучшились, чего нельзя было сказать о других военнопленных лагеря В 1941 году была холодная осень и очень рано наступившая холодная зима Были такие морозы, что не раз привозили трупы замерзших на работе военнопленных У большинства истощение прогрессировало, а вместе с тем и вшивость Остров стал вопрос об обмывке или хотя бы о жировой камере для одежды Во время поиска места для пропускника была обнаружена огромная душевая с кабинами Которая была отделена от остальных подвальных помещений лагеря кирпичными стенками в дверных проемах С улицы же туда можно было проникнуть через окно Здесь было загажено вначале помещение, затем валялось много муляжей, анатомических препаратов И в конце было сложено несколько десятков тысяч книг, главным образом учебников, затем политическая литература И некоторое количество билетристики Как только немецкий комендант об этом узнал, он тотчас распорядился все книги сжечь И его с трудом уговорили пощадить учебники и билетристику Все политические книги были сожжены О подводке воды и нагреве нельзя было и мечтать Можно было бы сделать дезинфекционную камеру Я пригласил для этой работы двух инженеров из офицерского помещения и дал им эскиз Который они должны были подработать и выстроить с помощью военнопленных дезкамеру В связи с этим открытием библиотеки и вообще новых помещений Немцы поручили одному майору и одному капитану из офицерского барака Сделать чертежи здания мединститута Причем им было разрешено выходить из лагеря для наружного обмера здания На второй день их работы они бесследно смылись Хотя немцы боялись возникновения эпидемии сыпного тифа в лагере И, казалось, естественно, должны были бы способствовать всем мероприятиям по уничтожению насекомых Они все же этого не делали Скорее даже всячески препятствовали работам, связанным с устройством дискамеры И далее закладки фундамента они не двинулись Один из ее исполнителей, молодой инженер-теплотехник, умер от истощения Сидя и греясь около одного из котлов котельной, снабжающей паром кухню Другой инженер умер от цепного тифа, который начал быстро разыгрываться в декабре 1941 года В связи со всеувеличивающейся смертностью от дистрофии тифа Мы начали направлять большие партии больных в расположенный вблизи лазарет для военнопленных Партии сопровождал, как всегда, кто-нибудь из врачей И при первом же посещении мной лазарета Я встретил там Рябову, друженицу моего медсанбата И дядю Ваню, повара того же медсанбата, а также познакомился с большим русским патриотом, врачом Петровым Александр Прохович Петров, ставший дедушкиным другом После войны мы довольно часто встречались с семьями, хотя Петровы жили далеко за городом Примечание Ольги Яковенко Лазарет был очень переполнен, и через пару дней к нам обратно возвращали более половины посланных нами больных, из которых многие по прибытии умирали В середине декабря у меня началась форменная дизентерия с большим выделением крови Как я выжил, это непонятно для меня до сих пор Быть может, помогло небольшое количество риса, который мне достал один из фельдшеров, скоро после этого умерший от цепняка Этот рис он купил у одного из рабочей команды, который, в свою очередь, его спер при какой-то разгрузке продуктов на станции После перенесенной дизентерии я стал медленно поправляться Смертность в лагере все возрастала Довольно остро стоял вопрос с похоронами умерших Земля была сверху мерзлая и с трудом откалывалась ломом Отходили только небольшие кусочки Лопата не брала Промерзлась в среднем доходила до метра Теми силами, которые выделялись на это Человек-сорок могильщиков, достаточно истощенных и поэтому малотрудоспособных Вырыть общую могилу для 50-60 человек ежедневно умиравших было невозможно Хоронили в старых окопах, вырытых еще летом Но скоро ближайшие окопы были целиком использованы Немцы, боясь вспышки эпидемии, дали приказ, чтобы над трупами был слой земли около полутора метров Это еще более увеличивало трудности Тогда немцы приходили хоронить на старом, недалеко расположенном кладбище Здесь сверху была трава, промерзлась была значительно меньше и земля была рыхлая Ранее погребенные мертвецы извлекались и вновь погребались в братских могилах с красноармейцами Все вещи, сохранившиеся на мертвецах, снимались могильщиками Недалеко от этого кладбища, около лазарета для военнопленных, было место, оставленное под кладбище лазарета Однажды врач Левыкин, возвращаясь в лагерь после провода больных военнопленных в лазарет, наблюдал картину Несколько местных жителей с большими узлами вещей умерших убегали с кладбища лазарета Так как приняли его за какое-то начальство или испугались немцы, сопровождавшего его Эти жители покупали все барахло от умерших у могильщиков Все это было завшивлено до последней степени Причем большой процент вшей был заражен цепным тифом Так тиф начал распространяться среди населения Мы, врачи лагеря, начали знакомиться с врачами лазарета Лазарет был без книг, а в лагере было их огромное количество И я способствовал переносу книг в лазарет Анатомические атласы Воробьева почти все расхватали немецкие врачи Но несколько экземпляров все же удалось сохранить и передать в лазарет Таким образом мы навещали лазарет при отправке этапов больных А представители лазарета начали навещать нас Начали распространяться слухи о ликвидации южного отделения лагеря Это сулило нам плохие перспективы Нам тогда пришлось бы перейти в большой лагерь А оттуда нас могли бы отправить на запад В офицерском бараке появился молодой врач Смирнов Очень ловкий парень, не брезговший заняться спекуляцией Одно время он рубил дрова в немецком гараже Где его довольно хорошо кормили Затем он перешел к нам в санчасть Через его руки проходило все Часы, сахарин, насильные вещи, пищевые продукты Продолжал он жить в офицерском бараке В Новый год нам очень взгрустнулось Плохие были перспективы Как для нас, так по нашим понятиям И для родной страны Немцы неудержимо наваливались И продвигались все дальше на восток Что с нашими близкими? Едва ли мы их увидим? И что они думают о нас? Считают ли живыми? Двенадцать часов ночи выпили по рюмке денатурата сырца Добытого с большим трудом И с тоскою в сердце легли спать Но не спалось Новый год начался нехорошо Заболел врач Шлейн И я его отвез в лазарет Затем заболел Левыкин Я тоже чувствовал себя нехорошо Прихварывал и фельдшер Новохадский Одним словом, вся наша команда Приезжали обеспокоенные немецкие врачи И не отпускали нас к себе Ближе, чем за 4 метра Они ужасно боялись заразиться Их глава ЗАГС перестал навещать лагерь И посылал вместо себя помощника Ламура Но помощи от них нельзя было ждать Единственное средство борьбы с цепняком А без вшивливания провести мы не могли Не было воды, дров, пропускника Жировой камеры, чистого белья Тиф наступал развернутым фронтом Не встречая сопротивления И в это время, в середине января Нам объявили, что южное отделение Ликвидируется Это известие произвело большое впечатление На меня и Новохадского Левыкин был мрачен, молчал и не реагировал У Новохадского в лазарете Был хорошо знакомый ему врач Попов Бывшее его начальство в Сталинграде Я и Новохадский решили употребить все усилия Чтобы остаться в Смоленске А это было возможно, перейдя на работу В лазарет Об этом нашем желании был извещен Попов Который заявил, что он нам будет способствовать Мой новый знакомый Петров прямо мне сказал Переезжайте к нам явочным порядком Но, к сожалению, этого сделать было нельзя Немцы вели точный учет врачей Накануне выезда всего лагеря К нам приехал Ламур И я к нему обратился с просьбой Перевезти меня в лазарет Для обслуживания больных сыпным тифом Он был крайне удивлен этой просьбой И через переводчика сказал Что он считает это верной смертью для меня На что я улыбнулся и весело ответил Что у меня уже был в прошлом сыпной тиф Я его нисколько не боюсь А если даже заражусь Он протечет у меня в легкой форме Ламур дал свое согласие После чего я передал ему Такую же просьбу от Новохадского На тех же основаниях Ламур разрешил и ему перейти на работу в лазарет Туда же я хотел перевезти В качестве санитара и Львова На что не требовалось разрешение немцев Но русское начальство лазарета На это не согласилось И так на следующий день Я отправил команду санитаров и фельдшеров Во главе с врачом Смирновым В лагерь основной Взял одну подводу для больного Левыкина Туда же погрузили медицинские книги Нужные лазарету И вместе с Новохадским покинул опустевший лагерь смерти Как его называли военнопленные Большинство в этом лагере погибало от дистрофии Но были и случаи расстрелов евреев Политработников и других Особенно неугодных немцев Советских граждан Для их содержания перед расстрелом Было такое же, как и в большом основном лагере Холодное помещение Бункер По немецкой терминологии Еще до моего приезда Было расстрелено до 25 евреев Этот расстрел немцы произвели после того Как один из евреев покончил с собой Раскусивший запальную трубку С гремучей ртутью от ручной гранаты В карманах у него были найдены Еще такие же трубки И вот, будь то бы беря всех евреев Лагеря после этого под подозрение Немцы их расстреляли Затем расстреляли военнопленного красноармейца На рукаве шинели которого Можно было разобрать невыцветшее место После споротой пятиугольной звезды Был ряд и других расстрелов У меня непрерывно сверлило мозг одно желание Бежать Но как это осуществить? Стояли лютые холода Зимы 41-42 года В лагерь неоднократно привозили Замерзших на наружных работах военнопленных Я остро чувствовал холод Сказывались дистрофические явления Иногда даже после пребывания на морозе В течение 15-20 минут Я промерзал так, что мне казалось Дальнейшее пребывание на дворе просто немыслимым Быть может, если бы на мне был теплый овчинный кожух То было бы легче Но шинель плохо помогала мне Связь с партизанами установить не удавалось Поведение даже близких окружающих Было таково, что я им не доверял Когда я приехал, вернее пришел в лазарет То так промерз, что я с трудом Занес к русскому начальнику лазарета Врачу Сергееву книги Ранее отобранные мною Этот врач вместе с несколькими другими Жил в первом хирургическом корпусе Корпус этот при полном наполнении Мещал не более 250-300 человек И был показным для демонстрации Его высшему начальству И представителям других стран Далее в глубине двора Стоял второй корпус Мещавший иногда 5000 человек В ряде палат там не только не было коек Как в первом корпусе Но больные не имели места для лежания И по существу сидели Это положение было для подвальных помещений Куда помещались все вновь прибывшие Пленные красноармейцы Сюда редко заглядывали врачи И царями были санитары этих палат По мере подъема вверх Положение несколько улучшалось И на четвертом этаже В хирургическом отделении Была даже одна палата на 12 коек Для послеоперационных больных Инфекционное отделение Было изолировано от других Я сдал туда больного Сыпным тифом Левыкина Для медицинского и офицерского состава Было три палаты с койками И узнал, что дела врача Шлейна Плохи Затем мы с Новохадским Явились к замначальника 2-го корпуса Бывшему дифврачу Суржанинову Который нас направил К врачу Попову Для дальнейшего устройства Попов с увлечением Рассказывал об успехах русских Особенно о смелых рейдах В германском тылу Кавалерийской группы Генерала Белова Мне было очень приятно Слышать такие рассказы Быть может даже Со значительными преувеличениями Но они хорошо поднимали дух И после них Откровеннее становились русские Наконец нас отвели В инфекционное отделение Где начальник его Бывший кадровый врач Татарин Фарахшин Поместил нас в своей комнате Где было очень тесно И кроме нас жили врачи Меньков, Ширяев, Штокленд И Ступин Кроме них В инфекционном отделении Были врачи Позигун и Петров В комнате стояла Железная печка С таким же дымоходом Выведенным в окно Топили ее вечером Сырыми дровами Отпускаемыми В очень небольшом количестве Около часа Чувствовалось Некоторое тепло После чего Комната быстро охлаждалась Мне и Новохадскому Было здорово холодно Так как мы не имели Достаточного имущества Для утепления Другие же старожилы Чувствовали себя Более комфортно Например, Ступин Имел огромное количество Теплой одежды А на кровати Два толстых Волосяных матраса Одним из которых Он накрывался Дать нам Новоприбывшим Из своего большого запаса Он не решался Так как сильно любил Приобретать вещи Мне дали две палаты В 60 человек Больных с сыпным тифом Моим помощником Был назначен Новохадский Фельдшер с большим опытом Больные лежали на полу В палате было все же Теплее, чем в нашей спальне Больные нагревали Помещение С собственным теплом Здесь так же Как и во всех других Помещениях Были железные печи С выводом дыма в окна Если ветер Хоть немного дул Со стороны окон То тяга опрокидывалась И весь дым Шел в комнату А их было около половины Палата не отапливалась Несмотря на Общее истощение Плохие условия содержания Отсутствие медикаментов И скудное питание Больные переносили Сыпняк легко Более тяжело С более частыми Смертельными исходами Переносили его люди Более упитанные У меня в это время Тоже был сыпной тиф Но я об этом Никому не говорил И переносил его На ногах За работой Тяжело было Только ночью Так как сон был плохой Было очень холодно И при этом Я так потел Что несколько раз Утром буквально Сливал пот Из подстеленной На кровати Плащ-палатки Такое количество Пота Я еще ни у кого Не наблюдал Днем я согревался Или в палатах больных Или в маленькой дежурной С полом Из метлахской плитки Под которым Была расположена Дискамера При топке Дискамеры Пол нагревался Питали нас Очень плохо Хуже чем в лагере Больше водой В которой было Малое количество Картошки Единственное Что поддерживало Это 600 грамм Хорошего ржаного хлеба Русская пекарня Который мне казался Прямо пряником К сожалению Его было мало Проверять Все ли до нас доходит Не представлялось Возможным Так как доступ В кухню И в другие места Корпуса Был для нас запрещен Карантин Под инфекционным Отделением Изолятором Была дискамера И баня Эта комбинация Не носила Характера пропускника Водопроводная Подводка Была сделана мелко Труба была С четверть дециметра И все это замерзало Для мытья Воду приносили Ведрами Нагрев ее Был примитивный В котле Дискамера Давала Очень медленный И недостаточный Нагрев Ужасно Дымили топки Санитарный врач Бобров Москвич Устроивший Этот пропускник Лежал Умирающий От цепного Тифа Командовал Здесь санинструктор Татарин Исаев И почти весь Обслуживающий Персонал Так же Как и в инфекционном Отделении Состоял из татар Подобрал их Фарахшин Они изрядно Спекулировали На одежде Больных и умерших И на разных вещах Вплоть до часов С ними В контакте Были могильщики Также набранные Из татар Ознакомившись С врачами Инфекционного Отделения Я увидел Что говорить Откровенно Можно только С одним врачом Петровым Маленьким А врач Ширяев Вел явную Прогитлеровскую Агитацию Остальные Были инертные И боялись Выявить свое лицо Петров же откровенно Высказывал Свою антипатию К немцам И встретив Во мне сочувствие Сказал Что мечтает Уйти в партизаны Вместо Боброва После его смерти Была назначена Санитарным врачом Пухнаревич Бывший когда-то Врачом Санитарным врачом А затем При школе В дивизии Суржанин Был Ею очень Недоволен Для нее Все эти Санитарные Дела Были очень Необычными Так как Она была Врачом Пищевиком Немцы На нее Смотрели Косо И в конце Концов Ее отправили В большой Лагерь Суржанинов Вызвал Меня И предложил Мне принять На себя Обязанность Санитарного Врача На что Я охотно Согласился Так как Это давало Мне возможность Сбывать всюду И улучшало Мое материальное Положение И так Я перебрался В комнату Исаева Находящаяся Вне изолятора Здесь Было очень Тепло Так как В расположении Исаева Были дрова Для бани Кроме того Исаев Был в хороших Отношениях С кладовщиком И кухнями И поэтому Приносил Картофель И изредка Муку В общей столовой Медперсонал Кормили лучше Чем медперсонал Изолятора На это Я сразу Обратил Внимание И заставил При себе Отпускать Обед В изолятор После чего Мне была Передана Благодарность От врачей Изолятора На моей Обязанности Были Первое Присмотр За пищеблоками Второе Санитарное Содержание Помещений Двора Третье Установка Карантинов И пропуск Через дискамеру В баню Все это Было Крайне Запущено Помещение Грязь На дворе Три горы Замерзших Нечистот В перемешку С ампутированными Ногами и руками Около Дискамера Убийственный дым И рассадник Вшей В кухнях Сплошное Злоупотребление Паек далеко Не полностью Доводился До больных Работы было Очень много Я и занялся Побег Приходилось Откладывать До более Благоприятного Времени С Исаевым В одной комнате Жил врач Липкин Выдававший Себя за татарина И ни одного слова Не знавший По-татарски И врач Бактериолог Власов Маленький Раздражительный Задиристый И очень неприятный Субъект Выздоровший От цепного Тифа Ему помогал Санитар Сергей До войны Он был Директором Стадиона Буревестник И станции Моторных судов На канале Волга-Москва А также Мастером Лыжного спорта Полностью Он назывался Сергеем Борисовичем Трифоновым Так вот Власов Пользуясь Его бесправным Положением В лазарете Всячески Измывался Над ним И кричал На него Пробовал Власов Ссориться И со мной Но это Ему мало Удавалось С Исаевым Он не ссорился Так как Исаев Часто Приносил Пищу Необычного Пайка И хорошо Отапливал Комнату Ссориться С ним Было Невыгодно С моим Приездом К Исаеву Липкин Переселился В другую Комнату И осталось Нас Трое Власов С каждым Днем Становился Нестерпимее И вот Втайне От него Мы с Исаевым Заняли Только что Освободившуюся Маленькую Комнатку В которой Можно было Поставить Только две Койки И переселились В нее Власов Пытался Было Сунуться К нам Но места Для него Не было Еще В инфекционном Отделении Я познакомился С бывшим Санинструктором Латуном Борисом Ифанасьевичем Риковчанином Это был Высокий Сухощавый Украинец Красивый Мужчина С черными Усами До войны Он работал Механиком Хороший Советский Патриот Мы с ним Близко Сошлись И начали Работать Вместе По санитарной Технике Начали мы С того Что переделали Систему Нагрева В Дескамере Что дало Несколько Лучший Эффект И улучшило Тягу У лазарета Существовало Несколько Человек Имевших Некоторые Доверие У немцев Дававшим Им документы На свободный Проезд В некоторых Пределах Окупированной Территории Они Также Имели Полномочия От лазарета И на их Обязанности Лежал Сбор Продуктов Для лазарета У крестьян В первую очередь Эти довольно Бесконтрольные Люди Снабжали Себя Привозя Своим Городским И деревенским Любовницам Целые Вазы С отборными Продуктами Затем Они Привозили Хорошие Продукты Немцам Командующим В лазарете И лазаретной Верхушке Русскому Начальнику Переводчикам И так далее В склады Лазарета Для больных Они Привозили Некоторое Количество Ржи Которая И варилась Без какой-нибудь Переработки В таком же Виде Эта рожь Не усваивалась И сквозняком Проходила Через кишечник Латун По моему Настоянию Смастерил Крупорушку Начали Получать Ржаную Крупу Из которой Получалась Очень сытная Каша Вполне Усваиваемая Особенно По вкусу Эта каша Которую Можно было Выдавать Сверх положенной Пайковой Нормы Пришлась Воздоравливающим После сыпного Тифа А таких Было немало И среди Медперсонала Я ежедневно Навещал Инфекционное Отделение Врачи Бобров И Левыкин Умерли Привезли Врача Молчанова Владимира Ивановича Бывшего Ранее Начальником Лаборатории Моего Медсанбата Он Будучи Худым Истощенным Человеком Перенес Сыпной Тиф Довольно Хорошо В ту же Палату Попал И врач Устеменко Который Вместо Меня Попал Врачом На Аэродром Он Также Легко Перенес Тиф И стремился Возвратиться На Аэродром Чего Ни в коем Случай Нельзя Было Сказать О военно-пленных Обслуживающих Аэродром С этими Белыми Рабами Немцы Обращались Зверски И Несщадно Их били Настолько Били Что Даже Высшее Немецкое Командование Боясь Потерять Часть Рабочей Силы Издало Приказ Введения Более Человеческого Обращения С военно-пленными На аэродромах Но не зная Насколько Этот приказ Помог В этой Палате И других Было еще Много Врачей Незнакомых Мне Но раз Я увидел Знакомое Лицо Моего Бывшего Командира Меценбата Врача Слободчикова Александра Нашли Много Сердечных Средств Очевидно Сердце Было У него Слабое Пересматривая Списки Поступивших В инфекционное Отделение Я как-то Увидел Фамилию Кандиано И нашел Его Он оказался Виктором Михайловичем Сыном Одного Из спутников Моего Детства Михаила Владимировича Кандиано Я старался Ему Помочь В питании Чем только Мог Но к сожалению Мои ресурсы Были Очень слабы А у него Был огромный Аппетит После Тифа Он был Летчиком И попал В плен Когда его Машину Сбили Немцы Лежал В сыпном Тифу Один из Переводчиков Лазарета По имени Чак Он считался Вторым Переводчиком Первым Был Герман Из Поволжских Немцев Переводчики Играли Особую Роль Это были Совершенно Доверенные Люди У немцев Работавшие В тесном Контакте С представителями Гестапо Переводчики Вели себя В отсутствие Немецких Начальников Как полномочный Хозяева Лазарета Пользуясь Своим Положением Они непрерывно Шили для себя В мастерских Лазаретах Костюмы Из всевозможных Иногда Очень хороших Трофейных Материалов Вообще Мастерские Шили вещи И сапоги Только по их Запискам Для них Заготовители Привозили Самые вкусные Вещи И они Были Всегда Под хмелем Угрожая Пленным Девушкам Они принуждали Их отдаваться Эти люди Были хуже Немцев Чак Особенно Свирепствовал В отношении Евреев И эта Скотина Все же Не погибла От цепного Тифа Несмотря На свою Упитанность Он поправлялся Сам он По фигуре И по лицу Был Несколько Похож На еврея Начались Более Теплые Дни Начальник Второго Корпуса Врач Дурнов Передал Мое Распоряжение Свободных Санитаров И рабочей команды Для выноса Трех гор Отбросов В ямы За пределами Проволоки Ограждающей Лазарет Но эти люди Не очень Слушались Меня И тогда Дурнов Пришел На помощь Заставляя Их работать Обещаниями И угрозами Первый Корпус Имел Канализацию С выводами В овраг Метрах В трехстах Смотровые Колодцы Были расположены У второго Корпуса И по моему Указанию Латун Оборудовал Слив баков С нечистотами Через решетку В один из колодцев К этому месту Впоследствии Была подведена Вода А сам слив Был утеплен Для зимнего времени Таким образом Корпуса Лазарета Очистились От окружающей Их мерзости И были созданы Вполне Гигиенические Условия В смысле Их окружения Уборные Были перестроены Расширены И специальные Ассенизаторы Следили за Их чистотой Периодически Выливая Их содержимое В оборудованный Канализационный Колодец Оставалось Еще только одно Неупорядоченное Место Это кладбище Где было похоронено Около 15-20 тысяч Человек Хоронили их В братских могилах Кое-как Засыпая комьями Мерзлой земли Хоронили мелко С таянием Могилы начали Проваливаться Пошел нехороший дух Сюда тоже были Мобилизованы люди Из рабочих команд И кладбище Было приведено В порядок Ведал кладбищем Воронин Сам москвич Он указал мне Возможность Бежать через Кладбище За которым Был не особенно Серьезный присмотр Со стороны немцев Я продолжал Встречаться С Петровым Маленьким Он мне сообщил Что установил Связь со Смоленской Подпольной Организацией И думает Вскоре бежать К партизанам На это я ему Сказал Что не по-товарищски Уходить одному Что можно Вывести к партизанам Хотя бы человек 40 Из пленных летчиков И других Советских Патриотов И конечно В первую очередь Надо взять меня И Латуна В эти планы Был посвящен И другой Петров Александр Прохорович Тот советский патриот С которым я познакомился При моем первом Посещении лазарета Рассказали об этих Перспективах И Кривоносову Его сожителю По комнате Почему-то эти товарищи Не очень охотно Шли на предложение Перейти к партизанам Им хотелось Как можно скорее К своим На большую землю В регулярную армию На партизан Смотрели только Как на промежуточный этап Надеясь с их помощью Перейти через линию фронта Было очень много Разговоров на эту тему И остановились на следующем Петров Маленький Передает Кривоносову пароль И место контакта С представителями Смоленской подпольной организации А сам в сопровождении Одного интенданта Который у него сейчас Работает под видом санитара Уходит к партизанам Добравшись до партизан Он устанавливает связь с нами И мы уходим С присланным проводником Забирая с собой Целую группу Советских патриотов Таким образом Нашему бегству Будут способствовать Или Смоленская подпольная Организация Или партизаны У одного из врачей Пропали часы И каким-то образом Подозрение в их краже Упало на маленького Петрова Которого по этому поводу Вызвали к русскому начальнику Лазарета Петров не сознался В краже этих часов И после беседы С начальником лазарета Пришел к нам И сказал Что теперь ему Очень удобно бежать Соучастников его бегства Пособников-единомышленников Искать не будут И решат, что поводом к бегству Послужила боязнь Наказания И за кражу часов С ним собралась Уходить Ирябова Молоденькая дружинница Из моего медсанбата С которой сошелся Петров План бегства был таков Сегодня же около 4 часов дня Когда рабочие команды Будут отдыхать после обеда Я занимаю разговором Постового полицейского Следящего за выходом Из лазарета На территорию кладбища Петров маленький И его спутница Берут лопату, ведро Как будто для того Чтобы на кладбище Выкопать ранее цветущие травы Для посадки на клумбы Что очень добрялось начальством Если этот номер не пройдет То выпустить эту компанию Через туннель Из пропускника К разрушенной котельной Для чего нужно будет Разобрать в нем кирпичную стену Это не хотелось сделать Так как через этот туннель Предполагалось выпустить Основную большую группу После установления крепкой связи Со смоленской организацией Или с партизанами Половина четвертого Я вышел во двор Как будто бы для прогулки Стояла солнечная весенняя Теплая погода С несколько свежеватым ветерком Защищаясь от которого Полицейский украинец Стал в открытых широких дверях Небольшого гаража В котором стояла Полусобранная машина Предназначенная Для обершеф-артса ЗАГСа Который обещал Слесарям Собравшим ее Отпустить их На свободное проживание Вне лазарета В случае Если машина Будет хорошо собрана Это обещание Он не выполнил Полицейский Имел кое-какие Технические знания В области автодела И я ему Начал рассказывать Об опытах Видоизменений Состава горючего О подбавке К парам Бензина Водорода И возможности Полного перехода На водород Со всеми преимуществами Какие это Замена горючего Даст Это очень Заинтересовало Полицейского И тут же Я начал рассказывать О борьбе С выхлопными газами В гаражах Об устройстве Выводной трубы На некоторых машинах Так Чтобы выхлоп Получался выше Крыши кабинки При этом Я все это Показывал На полусобранной машине Когда я закончил Рассказ То Петрова Маленького Рябова И интенданта В лазарете Уже не было Они быстро Маршировали С орудиями Производства Лопатой и ведром По уединенной Тропинке Ведущей к лесу Расположенному Километров Шести семи От лазарета Их хватились Только поздно Вечером И на следующий день Любопытный Полицейский Как-то особенно Пытливо Смотрел на меня Если у него И в мелькнула В уме Какая-либо догадка То я полагаю Он держал ее Про себя Так как Сознайся он В своей оплошности То ему бы И всыпали За недостаток Бдительности Поэтому Молчание Являлось золотом Тем более Что никто не знал Как ушли беглецы Через несколько дней Наша группа Получила сведения О судьбе беглецов Они добрались До одного Фельдшерского пункта В деревне Расположенный В девяти Десяти километрах От лазарета На пути Были свои ребята Ранее работавшие В лазарете Там они переночевали И ушли По дороге На Рославль С которой Должны были Километрах 18 От Смоленска Свернуть на восток И добраться До деревни Боровой Где жила Одна женщина Как будто Имеющая отношение К партизанам Дальнейшую Судьбу Петрова Я узнал Только через Несколько месяцев О чем я расскажу В своем месте В начале войны В лазарет С востока Прибыло Несколько Врачей Юзбашев Я полагаю Что его фамилия Была другая Мерейнис Бывший хирург Консультант 32-й армии Ополченской И Кланг Глафира Антоновна Последнее время Она жила Где-то в деревне Недалеко от Вязьмы И хорошо Питалась Кланг Рассказала Что вместе С ней Была молодой Врач Дидык И другие Что они Уходили Со штабом Нашей дивизии И школой Курсантов На юго-восток От Вязьмы Через станцию Семлева За которой Немцы Преградили им Путь Дидык И другие Начали Перебегать По дружейным И пулеметным Обстрелам Кланг Ввиду ее Пожилого Возраста Не решилась Перебегать И вернулась Несколько назад В то село В котором В августе И начале Сентября Был медицинский Пункт полка Где она работала Крестьяне Предлагали ей Остаться Жить с ними В качестве врача Но она Испугалась Артиллерийского Обстрела И попала По своему желанию В группу врачей Работавших Более глубоко В немецком тылу Вторая группа врачей Прибывшая К нам Несколько позже Состояла Из врача Волкова С женой И молодого врача Шугаева Они попали в плен После окружения И разгрома Нашей 33-й армии Эта армия В январе 1942 года Под командованием Генерала Ефремова Незаметно для немцев Без дороги Через леса и снега Прошла в их тыл Заняла Холм Жирковский И освободила Там всех военнопленных В том числе Из зубного врача Батрака Из нашего медсанбата И затем Перерезала дорогу Из Вязьмы На запад Здесь она была Окружена немцами И Ефремов Пустил себе Пулю в лоб Юзбашев Вел себя Несколько демонстративно В отношении Евреев И при всяком Удобном случае Называл их Проклятыми жидами Я полагаю Что это был Случай Самомаскировки У Мерениса Не скрывавшего Своего происхождения Он забрал шахматы И при разговоре С ним Вел себя вызывающе Волков Быстро Климатизировался И на политические Темы Избегал говорить Шугаев Был хорошим парнем И мы сразу Приняли его В свою компанию Немцы Развели Большую агитацию Среди санитаров И рабочих команд В отношениях вербовки В антирусской армии Генерала Ренегата Власова Пущены были В ход Все средства Вплоть до обещаний Дать сытный И вкусный Паек Немецкого солдата И затем По существу Не спрашивая их Начали повторять С ними Обучение Строю Каждый день Санитар Санитаров В руки Санитар Она представляла Санитар Санитар Где жил Весь Медперсонал Корпуса Я перебрался К Петрову Третьим С ним еще Жил молодой Врач Востриков Георгий Яковлевич Кривоносова Который с ним Жил раньше Отправили В большой Лагерь За его Романы Которые Не нравились Начальству Из моей Новой Квартиры На третьем Этаже Открывался Более Широкий Вид На Окрестности Площадь Занимаемая Лазаретом Лежала Между Двух Шоссейных Дорог Выходящих Из города По ту сторону Шоссе Шли Крестьянские Дворы Со стороны Жилозарета Дальше От города Шли Огороды И пашни По склону В долину Несколько Дальше От шоссе Как раз В том месте Где виднелась Недостроенная Котельная С большой Трубой Который Вел Отопительный Ход Из пропускника Лазарета Стояло Два Больших Двухэтажных Дома Служивших В основном Как казарменное Помещение Для немецких Кратковременно Школ Обучения Младшего Состава Схема Расположения Лазарета Была Такова Когда я Был в декабре 1941 года Вызван В большой Лагерь То я Впервые Услышал Далекий Шум Моторов Русского Бомбардировщика И стрельбу Из зенитных Орудий По нему Это было Редкое Явление Но было Очень приятно Наблюдать Суматоху Среди Немцев И убедиться Что наша Авиация Еще жива Несмотря На рассказы Немцев И их Русских Прихвостней О том Что русская Армия Совершенно И безнадежно Разбита И не имеет Больше сил Для борьбы С Гитлером Весной 1942 года Авиационные Налеты Стали Учащаться И здание Нашего Лазарета Служило По-видимому Маяком Для налетающих Бомбардировщиков Они всегда Летели С юга Через Корпуса Лазарета Это Побудило Немцев В конце 1942 года Произвести Маскировочную Окраску Обоих Корпусов Налеты Нашей Авиации Особенно Участились И стали Наиболее Эффективными Весной 1943 года Эти налеты Действовали На обитателей Лазарета По-разному Например Мой сожитель Исаев Начинал Трястись И прилипал К окну Несмотря На мое Предупреждение Что осколками Стекла Может выбить Глаза Затем Он иногда Зарывался Головой В подушку Но все же Из комнаты Не уходил Суржанинов И некоторых Из врачей А также Значительный Процент Женщин Уходили В подвал Немцы Скрывались Свои Бомбоубежища Наша же Компания Полностью Выбиралась На балкон Третьего этажа И с большим Интересом Наблюдала За всеми Моментами Ночного Воздушного Боя И мы точно Знали Куда попали Бомбы Так как С балкона Было Хорошо Видно Недостающие Сведения Деталей Мы узнавали Утром От людей Прибывающих К нам По разным Делам Из города Мы радовались Каждому Удачному Попаданию И знали Что русскому Командованию Известно Что здесь Расположен Лазарет Для военнопленных И поэтому Они нас Не бомбят И это Действительно Было так Об этом Нам говорили Наши летчики Попавшие В плен Со сбитых Самолетов Ведь они При этом Получали ранения И поэтому Попадали В наш Лазарет На излечение Только Один раз Весной 1943 Года Один Какой-то Шальной Парень Свалил Три бомбы На наш Корпус Причем Две Дали Недолет А третья Разорвалась На том Месте Которая На моем Эскизе Отмечена Звездочкой При этом Выбила Ближайшие Окна И стеклом Выбила Около Двадцати Глаз Больных Военнопленных Частично Подняла Крышу Со стропилами И вынесла Ряд дверей В близлежащем Коридоре У меня С печки Попадали На пол Пузырьки Немцы Потом Снимали Бомбовую Воронку Для какой-то Агитки Немцы Имели Своих Агентов Среди Нас Обычно Мы их Знали Они Собирали Сведения О каждом И в соответствии С ним Освобождали Из-за Проволоки Ряд Людей Когда Захотели Так же Уйти Мы с Петровым Он Как Единственный Знающий Рентгенолог В рентгеновской Кабинет Города Я Как Санврач Тоже Специальность В то время Редкая И хлопотал За нас Городской Врач Каменев Но Нас Не отпустили Немцы Особенно Охотно Отпускали Людей Живущих Женами В особенности Если еще Ожидалось Потомство В большинстве Случаев Эти Жены Да Пожалуй И всегда Были Женами Военного Времени Вместе Отбывающие Прачечный Ожидал Потомства Камынина Чижова Филиненкова Гелеева В 19-й армии Он был Гелерштейном Женился В плену И ожидал Потомства Юзбашева Так же Как и Гелерштейн Фамилию Придумал Уже Будучи В плену Женился И ожидал Потомства Власова Шепеткова За бдительность При перевозке Русского Офицера Обнаружил У офицера Автоматический Пистолет И сдал его Немцам Немца Офицера Расстреляли Затычец Терпигорьеву Каменева Фельдшера Колю Который Тоже Женился И ожидал Потомства Удалось Уйти В район Красного И врачу Богданову Но это Уже Летом 1943 Года Он пробыл В районе Немного Ровно Столько Сколько Нужно Было Чтобы Связаться С партизанами После Чего Захватив С собой Медикаменты Инструменты Перевязочный Материал И своих Советски Настроенных Людей Он перешел На обслуживание Одного Из партизанских Отрядов Другие Реагировали Иначе Например Фарахшин Направленный Еще до Богданова В тот же Красненский Район Очень скоро Вернулся Оттуда И просил Немцев Дать ему Другое Назначение Так как Он боялся Партизан Его тогда Направили В район Орши Обычно Отпущенные В район Врачи Как например Затычец Терпигорьева Камынин И другие Думали только О материальной стороне Своего существования Зарабатывали Очень много Натурой Сельскими Продуктами И некоторые Как нам Передавали Например Затычец Сильно Толстели В начале Лета В лазарет Прислали Из большого Лагеря Военнопленного Инженера Механика Семеновского Виктора Дмитриевича Которому Было поручено Выстроить Большой пропускник В полуподвале Части второго Корпуса Ближе к Киевскому Шоссе Он выселил Оттуда Сапожную Кожевину И жестяночную Мастерские Очень смело Разрушил Для расширения Помещения Часть внутренних Стен Из-за чего Появилась Небольшая осадка И трещины В стенах Выше лежащих Этажей Также Малоэкономно Были устроены Пять дискамер С топочными Устройствами В помещении Камеры Нагревались Только отходящими От топок Газами И сделал Еще ряд ошибок Так как Он не был Строителем И никогда Не занимался Вопросами Санитарной Техники К знаниям Он относился Очень нетерпимо Обнаруживая Большое Самолюбие Но все же Пропускник Был сделан Немцы Остались Довольны И этот Пропускник Начал обслуживать Главным образом Рабочие команды Из города Заключенных Из ближайшей Тюрьмы Немцы Очень боялись Вшей Как переносчиков Сыпного тифа И больных Лазарета Меня вызвал К себе Суржанинов И спросил Можно ли выстроить На месте существующего Старого пропускника Другой Вполне отвечающий Названию Пропускник Я сказал Что это вполне возможно И что я берусь Это выполнить Начиная с проекта Который я могу Дать к вечеру Следующего дня И вплоть до укладки Последнего кирпича Мне только Будет нужна помощь В отношении Установки котла На 12 секций Я охотно Брался за эту работу В которую входила Также и Реорганизация Прачечной Примыкающей К санпропускнику Так как Это мне давало Возможность Сохранить Существующий Ход Паропровода И использовать Его для бегства При установлении Связи Или же Наличии Проводников Для устройства Большого пропускника Как и для малого А также Для ряда Других Строительных Работ Нужен был Кирпич Для этого Немцы Разрешили Выламывать Этот кирпич Из стен Недостроенного Здания Детской поликлиники Расположенного Около Недостроенной Котельной Куда выходил Ход Паропровода Сходили под внимательным Присмотром Немцев И русских Полицейских На эту выборку Для отбора Железных балок И других материалов Ходил я И это мне Дало много Первый же день Я обратил внимание На выброшенную Среди пашни Грязную груду Бумаг Надеясь найти Хотя бы Относительно Чистую бумагу Для записей Я поднял Первую попавшуюся Бумагу Которая оказалась Схемой Смоленской области В основном Эта схема Послужила Для ориентации При выработке Маршрутов бегства На нее Заносились Дополнительные детали Мой проект Был рассмотрен Лазаретным начальством И немецкими врачами Семеновского Пригласили Как главного Консультанта Проект был утвержден Ибо немцы Смертельно боялись Сипнотифозных вшей И из проектанта Я превратился В производителя работ И так Я целиком Ушел в работу По устройству пропускника Моей правой рукой Был латун Прачечные Отделили совсем И все же Оставили одну дверь Которую при случае Можно было открыть Если в этом будет надобность Котельную я сделал На месте балкона С земляной засыпкой И кирпичной Наружной стеной Причем перекрыл Железными балками Уложенными Почти вплотную Над этим перекрытием Было еще два балкона Таким образом Котельная превратилась В прекрасное бомбоубежище И по своему Уединенному Изолированному Расположению Прекрасно служила Мне местом Для всех Конспиративных Переговоров Добыча материалов Для стройки Помогла мне Очень хорошо Ознакомиться С близлежащими Окрестностями И спасти От разборки И уничтожения Ход паропровода Под тем предлогом Что через него Выходит вода Из прачечной И другого выхода Для отработанной воды Нет Это было в конце лета 1942 года Немцы Непрерывно Хвастались Своими победами Несколько раз Нам передавали Что на фронте Взяты большие Количества Наших пленных В том числе Много раненых И больных И потому Мы должны быть готовы К приему Нескольких тысяч человек Однако Эти сообщения На деле Не подтверждались И мы перестали им верить К нам попадали Только одиночные пленные Из числа Летчиков Или разведчиков От них мы узнавали Что наша армия Крепнет И с каждым днем Дает все крепче отпор Оснащение ее людьми И техникой Все возрастает Иногда У этих пленных Сохранялись Обрывки наших газет Которые мы С жадностью Прочитывали Кроме этих пленных Попадали еще и Перебежчики Почти исключительно Из нацменьшиц Некультурные люди Неразбирающиеся В политическом положении При переходе Немцы Выдавали им Удостоверение О том Что они Перешли добровольно И уже в немецком Тылу К ним Относились По-другому Рассчитывая Их забросить В антирусские части И использовать Как пушечное мясо Против русских Их держали Отдельно И значительно Лучше кормили Осенью 1942 года Немцы Особенно Стали хвастаться Разгромом Нашей значительной Группировки Окруженной К юго-западу От Харькова Они говорили Что умышленно Дали возможность Этой группе Наступать С некоторым успехом А затем Окружили ее И полностью Уничтожили Затем Началось Наступление На Сталинград Взятие которого Немцы считали Решающим ударом Для всей русской Компании Немецкая агитация Через выпускаемые На русском языке Газеты И иллюстрированные Журналы Работала Вовсю Успехи В Северной Африке До небес Восхвалялся Генерал Роммель Колоссальные цифры судов Потопленные Германским Подводным флотом Успехи При их продвижении К Волге И на Кавказ Наши ребята Совсем Повесили носы Но мы с Петровым Старались Вести свою агитацию Мы напоминали Товарищам О мировой экономике О громадных Возможностях Наших союзников И СССР О беспредельных Просторах Которые нужно Еще пройти Немцам И о том Что кривая Подъема мощи СССР И союзников Непрерывно растет И немцам Становится Все труднее Русский Добродушный И миролюбивый Человек Осознал Всем нутром Ужас Немецкого Вторжения И уподобился Рассверепевшему Медведю А силы у него Много И немцам Будет плохо Имел успех И о том Что пора Пора всем Вступить В ряды Власовской Армии И активно Помогать Немцам Против Коммунистов Которых Он согласен Душить Собственными Руками По его мнению Все миллионы Русских Военнопленных Должны Вступать В армию Власова Услышавши это Я довольно Удачно Заметил Что этих Миллионов Уже нет Что не менее 75% Уже погибли От голода И ужасных Условий В немецком Плену И вышло Так Что по существу Немцев Можно благодарить Только за Быстрое Уничтожение Военнопленных И этим Военнопленным Бессмысленно Сражаться За своих Убийц Такая Контракитация Была довольно Рискованной Но я Сдержаться Не мог После этого Ширяев Замолчал В моем Присутствии Врач Штыкалев Упорно Но довольно Неудачно Организовал Церковный Хор И завел Знакомство Со всеми Антисоветскими Церковными Элементами Он Почему-то Часто Посещал Также Представители Гестапо Рибиша И вел С ним Продолжительные Разговоры Наедине Вы Слушаете Воспоминания Ветерана Первой Мировой И Великой Отечественной Войны Яковенко Мстислав Владимирович Конец Четвертой Части Читал Олег Лобанов Продолжительные 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 Продолжительные